Ослабление евро к доллару Кроме того, переход к зеленой энергетике, который продвигал Евросоюз, в настоящее время находится под угрозой срыва, а сжиженный природный газ, который Соединенные Штаты раньше не могли никому продать, стал востребованным товаром, который нигде не купить. Приводит факты автор и ведет к тому, что если провести анализ с точки зрения геополитики, то США не обрадуются сильной и независимой Европе, имеющей хорошее отношение с Россией. По этой причине штатам и не нужен сильный евро. Однако, продолжает автор статьи, главной причиной будущего падения евро является недостаток могущества у Западной Европы. С момента создания евро его доля в валютных резервах и валютных операциях постоянно снижается. Международный валютный фонд в мае 2022 года скорректировал вес пяти валют в специальных правах заимствования. Среди них вес доллара и юаня увеличился, а вес евро, иены и фунта уменьшился. И можно заметить, куда дует ветер, намекает автор статьи. Американские туристы боятся круизов по Балтийскому морю, пишет финская газета Верко Утисет. Судоходным компаниям приходится отменять туры по восточному и северо-восточному побережью Балтики. Это влияет на работу порта Хельсинки. По словам руководителя сектора пассажирских перевозок Каэта Каландера, американских туристов пугает близость к Украине. Обычно у нас много гостей из Северной и Южной Америки. В их представлении Украина очень близка к Балтийскому морю. Они считают, что это опасная зона. Возмущается та Каландер. Кроме того, Санкт-Петербург был исключен из маршрутов международных круизных лайнеров в качестве промежуточной остановки. Это тоже сильно повлияло на работу порта Хельсинки. Одна судоходная компания полностью отменила все свои туры по восточному и северо-восточному побережью Балтийского моря. Автор статьи приводит неутешительную статистику. До начала пандемии коронавируса в 2019 году порт Хельсинки посетило около 300 лайнеров, то есть почти вдвое больше, чем планируется в этом году. Новые субварианты коронавируса стали менее восприимчивыми к антителам, пишет азербайджанская Хаккин. Как отмечает эксперт из Дании, у большинства зараженных отмечаются головные боли, першения и боли в горле, насморк, сильная заложенность носа и сухой кашель. В беседе с корреспондентом израильский эксперт Яков Беркун отметил, что шестая волна коронавируса в значительной мере отличается от предыдущих. В результате череды мутаций коронавирус ослаб и ныне почти не вызывает у заболевших тяжелых состояний. К примеру, в Израиле во время Дельты число тяжелых больных достигало полутора тысячи человек в день. Сегодня их порядка 400. Ученый перечислил привычные симптомы омикрона и особо отметил, что на этот раз среди детей не происходят мультисистемные воспалительные процессы, которые наблюдались в предыдущих вариантах вируса. Что касается карантинных мер, то, на мой взгляд, нет никакой необходимости закрывать границы, прекращать работу общественного транспорта и вводить повсеместный масочный режим, считает Яков Беркун. Достаточно, чтобы маски носили в домах для престарелых, больницах и поликлиниках. Вообще, пожилым людям и тем, кто находится в группе риска, следовало бы носить маски в общественных местах, советует израильский эксперт. В последние годы в Британии растет смертность из-за слабоумия. Daily Express приводит статистику. Каждый год около 67 тысяч человек расстаются с жизнью именно по этой причине. Это ошеломляющая цифра, но в предстоящие годы и десятилетия данный показатель будет только расти. Неутешительные прогнозы делают ученые. Новые данные указывают на то, что у каждого третьего сегодняшнего новорожденного непременно появится деменция. Однако проведенное недавно исследование показывает, что существует новый способ, позволяющий остановить развитие этой болезни. Секрет в том, что всего 10 минут самоанализа в день позволяют снизить риск возникновения болезни Альцгеймера, который является самой распространенной формой слабоумия. Выводы проведенного исследования настолько существенны, что благотворительное общество Альцгеймера Британии решило оказать ему свою поддержку. Руководитель научной группы Харриет Демниц Кинг заявила. Это замечательно, так как в настоящее время эффективной профилактики слабоумия нет. Таким образом, выявление других защитных факторов может оказаться реально важным для улучшения ситуации. О существовании деменции известно более 100 лет, но в настоящее время нет таких способов лечения, которые позволили бы остановить непоправимый ущерб, наносимый слабоумием головному мозгу. Мы не можем говорить о том, что лекарств от этой болезни нет, просто они не очень-то эффективны, говорят ученые. Именно поэтому столь пристальное внимание уделяется методам профилактики этого заболевания, а не только его лечению.